Вечер добрый. Добрый. Сидимся с ним. Ваши ролики. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Если что хорошее вы слышите выставление, а если плохое, то прости. Так, я спрашиваю, вы не против, что выставляется в интернет? Да, мы не против. Так, я вас слушаю, пожалуйста. Меня интересует, в храме мужская и женская сторона есть такой обычай или порядок? Да, такой и есть. А как себя должен мужчина вести, если на его стороне женщина, а там место занято, ну или так, переполнено? Ихняя сторона переполнена, как правило, 70 женщин, 30... Сместить половину, оставить меньше, но так должна как бы черта быть. Она должна перед тобой стоять или рядом с тобой лучше? Ну почему она должна перед тобой стоять? Она стоит рядом, допустим, на левой стороне 100 человек, а на левой, а на право 50, мужчин-то меньше. Ну и две трети-то женщины пусть занимают, а мужчинам одной трети. Одни мужчины справа стоят. Я могу от себя сказать, девушка, женщина, перейдите в сторону от меня. Нет. Если ширина храма 6 метров, то женщинам 4 метра дать, а мужчинам 2 метра. И вот вдоль храма 2 метра занимает один мужчина, а 4 метра занимает женщина. Еще тут какой вопрос-то? Нет, ну они первые приходят и расположились как в магазине. Ну, они просто сказать, попросить, чтобы они не знают. Надо научить. Показать так молча не разговаривать, чтобы перешли на ту сторону. У нас вопросы такие, когда они возникают. С первого дня все женщины знают. Понятный вопрос. Так, священникам на исповеди нужно ли переходить в диалог о жизни? Или коротко? Это место не для этого. Это исповедание. А исповедание означает, ты раскаешься в каких-то грехах, а священник говорит, я только свидетель. И там тут не спорить, ничего не надо. В чем ты каешься? В чем у тебя угрызение совести? И ты должен это сказать. А от какой диалог? Тогда он никого и не примет. Это в другое время прийти, договориться и там побеседовать. Это исповедь. Исповедь это момент покаяния. Тут не до диалога. Тут плакать надо. Понятно. Если пришли выпившие люди в храм, но ведут себя мирно, как реагировать? А зачем они пришли? Чужие не должны быть там. Вот эти вопросы у нас никогда не возникают. У нас уже это устроено все. Нам говорят по интернету, а как у вас, если женщины в брюках в храме, вы ее выводите? Я говорю, нет, мы никогда не выводим. А почему? Да потому что не запускаем. У нас дежурные у дверей стоят, и они каждому говорят. Кто-то приходит, ему сразу показывают устав в притворе там, и он уже знает. Если нет платка, там у нас платки дадут надеть. Но это чтобы ты знал. В брюках никто не зайдет. Руки должны быть закрыты. На голове должен быть платок. Два платка. Один как поводник, и второй, чтобы ни одной волосинки не было видно. Вот посмотрите, как у нас одеты люди. Видели же? Да, да, да. Видите, какое благоговейное отношение. И при том, маленькая девочка, еще на руках носит, у нее уже два платка надеты, она приучена. Не как у старообрядцев, полголовы, если не замужья, полголовы открытые. Это всегда на всех иконах так изображено. На картинах Сурикова, Поленова, Репина. Посмотри, мы ничего нового не вели, мы просто подняли то, что было брошено. А насколько отец получает сына, или сын получает отца, знания? Есть такое понятие, что отец... Ясное дело говорит, старца не укоряй. Со всякой нежностью относись к матери. Ты знаешь больше, значит, скажи ему, а если он тебя, он отец обязан учить тебя, командовать над тобой, пока ты дома живешь, в ее доме, он имеет право. А если ты женился, отделился, ты самостоятельный, но советом отца не пренебреги. Потому что молитва матери разрушает дом до основания. А благословение отца созиждет. Это Соломон об этом говорит. Вот у нас интересно, отец с матерью вдвоем, а они не окончили, полкласса даже нету. И 12 детей, 10 было живых. И мы никогда такой вопрос не ставили. Мы знали, что слово отца это закон. А если отец выпивает там или ничего? Он такой у нас и был отец. Именно так, выпивал отец. Но выпивает в это время он недвижимый. Ну а дальше протрезвился опять на ногах. Он был инвалид, а так руки под плечо у него не было с фронта. Он очень был мудрый. А хам, сиф, оттуда идет отношение к отца, отца. Да, именно отсюда. И отношение младшего к старшим. Хамом старше не может быть по отношению к младшему, а только младше по отношению к старшему. Хамовито, разговаривают, а кто-то такой. Ну всякие. Хам. Хам проклят перед Богом. И прокляты дети его. Ханааны. Поэтому со старцами ты должен обращаться очень осторожно. Вот в южных народах у них главный совет это совет аксакалов. Старики так называются. К ним особое почтение. И написано сединой не пренебреги перед старшими, наклоняй голову, Серахов говорит и не умножай речи свои. Два-три слова сказал и замолчал. Слушай, что они тебе скажут. Это все в Библии описано. Вот когда вы зайдете на наш сайт, сайт в открытом, сайт называется «Во свете Библии». Ну в этом, в Яндексе или в Гугл зарядите. И там есть книга открытая, такая на первой странице «К истинному православию». Моя книга. Я 40 лет материал собирал на нее. И там есть «Отцы и дети». Прям заголовок. Только «Книги нету книгу». Открылся заголовок. Вот откройте и посчитайте. Или «Семья». Там все отношения родителей к детям, о воспитании, по отношению к жене. Взято из Святой Библии, из канонов, из святых отцов, и из житей святых. Вот четыре параметра. То есть материалы, которые там даются, они более полными быть не могут уже. То есть они шире могут. Ну как бы повторяя немного. Много мест сказано о трех святых отцов. А их-то было не три святых отца, а три тысячи. Ну и что? Остальные-то они только это повторяли, там небольшие нюансы добавляли. Я образно сказал три тысячи. Их тысяча 173 было. В Библии 77 книг, которые вот ваша Библия задержит. Да. Что выброшено, вы считаете, основное все-таки выброшено 11, да, книг? Ну, сказать основное нельзя. Они называются не каноническими, но они в Святой Библии, в одном переплете в корках. Самая главная книга, так принято считать, это Евангелие от Иоанна. Третья глава, 16-й стих, называется Солнце Библии, или Библия в миниатюре. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом все. Все остальные места Библии, как нити, натянуты к этому стиху. А все-таки что выбросили те, кто выбросил, что хотели не убрать, чего не достают? Канонические книги, 11 книг. А в них что содержится? Что в них книга? В этих написано книгах? Да, да, да. Ну, более обжирно, допустим, книга «Премудрость Иисуса Сирахова», она как притчи, притчи Соломона, с ней можно сравнить. Три книги маковейские, это исторические, это такие книги, как книги царств, сравнить можно, но только более поздний период. Ты вторая, третья книга Едры, третью можно ну, а вторая она очень похожа на книги, допустим, Агея, ну, со сравнением я говорю, вот. Книга Варуха книга, она как книга Еремии, он его друг был, прямо похожа, даже не отличишь. Послание Еремии очень похоже на отдельные стихи Библии, все про идолов написано. Ну, вот и практически 11 книг уже есть. А тут Иудик, это очень похоже, очень похоже. Для новоначального Немчая страшного же нет, если он воспитывался на виде 66 книг. То есть, первая. Это не полно, только ты не отрицай тебе. Даже если бы не было 66, одна книга Евангелия Теана для спасения достаточно. Достаточно, да, я тоже согласен. Именно так. Если кто-то не понял, я думаю, что многие вообще многое не понимают даже в упрощенном варианте нужно обращаться к какому-то человеку, духовнику, который растолкует это все дело. Но после ваших роликов по поводу духовенства, конечно, страшновато становится, что они идут, слепой ведет слепого, оба попадут в яму. Так это не мои слова, это Христос сказал. Нет, если так сейчас прийти с новыми глазами в приход и увидеть в своем наставнике человека, который заблуждается, если ты не пытаешься его разоблачить или указать ему на его эти... Священник, священник, девочку в машину посадил, увез, изнасиловал, а то он привез на то место, так хоть не убил. Все нормально? А тот на машине задавил одного, а другой двоих задавил, и продолжает служить. А там в интернете все стоит, и священники тут уже показаны. Играно служит, не посадили, ничего, пьяный задавил. Все нормально? Он должен быть извернутый сана, навсегда, уже никогда священником не будет. Пусть идет на стройке народного хозяйства. А сидит срок свой там сколько... А вы почему не хотите стать священнослужителем? Вот к истинному православию книга, о которой я говорю, там есть о священстве, там все написано. Вот. Во свете Библии наш сайт. Вы лично почему не хотите назвать какой-нибудь приход? Он говорит, почему вы не хотите лично стать священником? Ну, я уже говорил об этом. Каждый знает свой талант. Талант это талант призвания у человека. Я вот родился, вырос в деревне пастух. А почему я не летчиком? У меня никакой тяги к этому не было. Я строитель профессиональный, 40 лет печником работал. А почему я пошел именно печником, а не стал бы каким-то электронщиком? У меня к этому есть тяга. я знаю. Меня сватали не один епископ. Митрополиты сильно хотели. Я давно епископом был. Это не секрет. Но я знаю, это не мое. Я нахожусь внизу пирамиды социальной. Самые падшие, заброшенные сектанты. Это мой контингент. Я с ними работаю. А туда пойти кверху, ну, спросят советы, я могу дать. Я знаю это. меня терпеть не будут. А вот ты был бы священником. Ну, был бы священником, я бы не делал то, что вы делаете. Это однозначно. Совершенно точно уже не делал бы. Как они каждый день там, акафисты и прочее. Семикратная молитва в день, дальше проповедь, благовестие. Я бы совершенно другим был священником. Меня не один пытался рукоположить, и сразу давали три храма на выбор, какое надо. я был рядом, уже все, прошел курсы, я выучился, все. Уже надели на меня подрясник, уже завтра рукополагать. Я еще раз помолился и понял, это не мое. И когда я митрополиту сидел, тут епископы были в синоде в Америке. И митрополит Виталий говорит, наверное, так, как вы говорите, кое-где вам вход будет закрыт. Они считают, я в священнической одежде, мне доверие будет, я говорю, наоборот, это как стенка какая. Я вот простой человек, у меня ничего нету, все заплатано где-то. И меня любой бомж признает за своего. Я работаю с самыми покинутыми в тюрьме, в лагере. С любым человеком буду разговаривать, и они меня признают своим. А вот при церкви я бы хотел возглавить миссионерский отдел. Вот работаю именно тоже с такими низами. Я не верю в эти миссионерские отделы. Которые в миссионерские отделы идут, это самые негодные люди, вот я знаю сколько. Я всех говорю. Такое надмение, вот эта прелесть, гордыня, это тут царствует просто. Они что-то знают, они еще не знают. Это призвание от Бога дается, и дается всем. Никаких отделов не надо, идите и проповедуйте, а то отчетность, бумаги с какими-то. Да зачем мне с какими-то? Вот только сейчас перед вами, вот когда вы пикали ко мне и шли, в это время назначена была встреча с руководством каким-то свидетелей Его, вот по домам ходят, которые. Ну, я жду целый час, а там человек, который устраивает встречу из Воронежа, Сергей, и они не пришли. Они, то есть, отказались. А я сказал, говорю, причина одна, они испугаются, они не будут, так и получилось. Вот только сейчас назад. Мы записали тут между собой, что я, ну, я хотел бы говорить на тему, что Иисус Христос есть Бог, а они не верят. Я привожу шесть мест из Библии, я их засчитал. Прямо написано Бог, Христос есть Бог, Бог, второе лицо Святой Троицы. О душе поговорить, почему душу не признают? Им не надо доказывать, обмирал, человек, душа, это не доказательство. Надо брать из Святой Библии. Это и откровение, шестая глава, девятый стих. Или, когда беседовал Саул, а эндорскую волшебницу попросил, чтобы вызвало умершего Самуила, душу его, они не верят, что у человека душа есть. Умер, и на этом конец. Я знаю, два места Писания, которые им никогда не перешагнуть. Их не выпускать, как клещами зажимая, чтобы он сознался, что он не верит. Они верующие Богу, Бог, автор книги, Библии, он представляет его лживым. Ну и все. Тема окончена. Этим доказано будет, что они не верят в Священном Писании. Они написали какую-то там фальшивку, называется Всемирный Новый Перевод. Библии, там еще Библии нет. Старжевая башня. Да. Ну вот, весь мир рассказывается сейчас на том, что книг много, Святая Библия одна, и как книгу он носит к нему-то к носу и говорит, вот истина здесь. Он скажет, ну вот у меня вон заговоряется библиотека целая. Каким образом ты определяешь истину? И вот здесь же чему нет. Вот смотрите, вот только сейчас мы слушали, называется так, вы себе запишите поп против пастора. Вы зарядите в Ютубе поп против пастора. И вот он говорит неправильно, и еретик там, пятидесятник, и священник отвечает неправильно. А я сижу, комментирую. Ну тут понятно, беснования, там бесы никакие. Они даже не могут отличить иные языки, которые в Деяниях вторая глава. И не могут отличить от незнакомых языков первое коринфянам. Это совершенно разные вещи-то. А они не знают писания, беседовать взялись. То есть тот проповедь говорил, этот, сектанта, где-то в Оренбурге-то. А священник взял его ролик, и там он говорит маленько, он тормозит, и дальше объясняет. Тормозит, и опять, и видно, что священник как маленький ребенок. Он писания совсем не знает, и говорит не о том. это легко доказать. Он с сектантом говорит, да, зачем вам эти языки? Это правильно. Но там незнакомые языки, незнакомые, которые ни один не понимает. Должен быть толкователь. А во второй главе там говорили они по-акрыцки, по-римски, там по-немецки, люди все их понимали. Иные и незнакомые, это разные слова. Иные, то есть немецкий, французский, испанский, португальский. Они знакомые, то есть никто не знает. Они могут быть даже неземной, говорится, ангельский язык. Или бесы наборачивают. Ну да. Беседовать с сектантами нужно только на основании Святой Библии. Ни одного лишнего слова. Вот они... Ну как Господь разговаривал, да? С сатаной, отвечая на вопрос Библии, библейский. Да. Вопрос. То есть не впадать в полемику с ними, да? То есть они уловят тебя, или ты сам заблудишься? Нет, полемики никакой нету. Вот допустим, должен быть руководитель, договориться, что вступление, мы можем жребия бросить, кто будет первый говорить, как в шахматной игре. Договорились говорить по три минуты или по пять. Я израсходовал свое время, а у того нет. Если ты говорил вместо пяти три, ты потерял минуты, эти минуты еще приравнятся к пяти. Ты должен говорить пять минут. Но не больше. На полсловия тебе дали знак, часы нажали, ты остановился. Отвечать только на тот вопрос, который задали. Я задаю ему вопрос баптисту. Крещение. Вы же баптисты называетесь. Баптист это означает крестящий, креститель. John the Baptist, это Иоанн Креститель по-английски. Ну хорошо. А что в крещении происходит? Они говорят, обещание Богу доброй совести. Первое послание Петра, 3 глава, там 15 стихи. И все? А где к прощению грехов? Они говорят, в покаянии. Я говорю, нет, это неверно, это в крещении, омывается. Встань, 22,16, и омой грехи твои. Омой. Омой. А 2,38 говорит, мужи воскликнули, что нам делать? А Петр отвечает, покайтесь, запятая, и докреститься каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. Не сказал, покайтесь для прощения грехов. И третье, получите дар Святого Духа. Тут не надо еще говорить. Или они верят, или не верят. Вот такие делают глаза, удивленные. Библию листают. Ну, вы верите или не верите в это? А когда мы считаем дальше, написано, так и нас, подобное сему образу крещения, спасает воскресенье. Оно спасает. А они говорят, только обещание Богу доброй совести. Вроде как, значок, закончил университет, вот это я его значок, этот, ну, ромбик-то, поплавок буду держать. Да он что значит, я и без него могу. Главное, это мне диплом получить знание. Главный диплом, это как я приготовился и принял крещение. А у них крещение, ну, символ вот этого значка, я образно говорю. Для них оно ничего не значит. и когда говорят, вот как Андрей Кураев, что я самый там выдающийся, там какой-то, я никогда таким себя не считал. Я знаю только одно, точно знаю, необходимо дать место Богу, дайте место Ему. И когда мне вопросы задают, вот мои вопросы, они отличаются от всех ответов, какие задают. Задаст вопрос, на один вопрос я отвечаю, три, пять, семь, десять, двадцать мест Писания. Писание. Бывает, даже одно слово не говорю. Я показываю, где этот ответ Бог уже дал. Ты не ко мне пришел, дорогой, ты к Богу пришел. Мне от тебя никакой чести не будет. А тебе честь будет, когда ты больше слова примешь. Понятно. Животные в доме есть избыток кошек. У меня супруга кошек держит много, шесть штук. Это плохо? Нужно, не нужно? Кошек? Пожелело. А зачем они? Ну, одного пожалело, второго пожалело на улице, третьего пожалело, а сейчас сама по времени. Ну что, значит, пожалело. Зачем они нужны? Живете в квартире, наверное? А куда кошку ходят отправляться? В Лоток. Ну, Лоток кормить надо. Зачем они нужны, когда мужей нет? Всех до одной убери. Если есть ребятишки маленькие, одну оставь попушистее. И все, остальных отнеси куда или там усыпили, или еще что. Вот у меня три кошки. Вот у меня три. Они мне не нужны. У меня голубятни, и там много пшеницы, семечки, мыши появляются, крысы. И я их одних уношу, других приношу. Вахтовым методом дежурят. Так я на первом этаже, у меня дом-то одноэтажный, они у меня в подполе. Отходы всякие где-то и накормить мне ничего не стоит. Они мне нужны для дела. Они у меня работают. Работают. Тем более, летом увожу в лагерь. А в лагере там и мыши, и крысы еще только не бывает. Появляются из степи. Мы же в степи находимся. А кошки почищают, все чисто. Ничего нет. Они не нужны. Поговори ей, ты хозяин. Интересно, в житие святого Иоанникия там собаки выли. Выли. И он помолился и увидел, что в них вошли бесы. И он встал и всех переколотил и все. Святой Иоанникия. Как он их бил, я понимаю, с собаками. переколотил их и все. Так и ты с кошками расправься. И все. Она пришла, нет ничего. и на этом все. Люби меня, а не кошек. Да. Да. А где граничит мужская правота с безумием? Пописание. Пописание. Ты голова, и поэтому ты не угрызаешь свое тело, а злился и руку кусать не будешь. Так и здесь. А жена тело твое. И каждый говорит, питает и греет тело свое. Как мы в одеяло закутываемся. Она хранительница щега. Кто поверит, говорит разбойнику. Так человек одинокий. Начало стяжанию, собранию, уюта всего. Это жена. Первым делом жениться. Один ты для Бога тогда как светильник идет. Жена тебя спутает по ногам. Она так и называется спутница. Как ей это объяснить? Чтобы она поняла не обидеть. Молиться никак. Ей много не надо объяснять. Любая женщина в среднем на 25% глупее мужчины. В Англии были тесты там испытывали и все. И она должна понимать, что ты глава. Никуда она не может ни поехать, ни письмо написать, пока ты аминь в письме ее не поставишь. Чуть, что не так на молитву. А не так, что подожди, я тебе покажу. Не так. молитвой. Никогда ее не бей. К этому даже разговора, чтобы не было. А она не слушается. Ну, поздно. Как одна спросили, говорит, а что ты долго спишь? А муж-то работает. А он проспал тот момент, когда можно было не жениться. Теперь пусть работает. Он ее несет на руках на пятый этаж. Она на первом этаже и говорит, Саша, мы уже расписались, сможешь я сразу на шею перелезу? Ну, тяжело в своих родных же ты найдешь проблемы-то, да? Сказано, что... А у меня слова проблемы нету. Я его истребил. Это нехорошее слово. Нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос. Приучите себя. И все. А правильно? Тоже было... Да что-то не так. Я на молитву. Пока молюсь, я вернусь, она уже рядом стоит. Еще что-то начала говорить. А мне зачем отвечать? Я опять на молитву. Главное оружие. Вот оно у меня. Оружие. Она стоит рядом уже, кланяется. Утром вставать надо рано. Ты встаешь... Мы встаем все в 4.40 утра. Всегда. В воскресенье или праздник, или где бы мы ни были, в 4.40. Обычно жена должна вставать рано, раньше, чтобы приготовить завтрак. Но раз ты встал, у тебя времени еще до завтрака есть. Вместе молиться. Только вместе. Если молитвы общей нету, домашней церкви нету. Главное, это молитва. Мы думаем так, вот я с женой сурово обойдусь, но она тут теперь со мной разговаривать не будет или к матери уедет. Не в этом причина. Говорит, обращайтесь, мужья, не будьте с ними суровы, чтобы не было препятствия в молитвах. Причина в молитвах. А на молитве, перед молитвой надо примириться. Причина одна, в молитвах, чтобы было согласие. Тут не психолог, никто не поможет. Бог. Молитва. Смиряй ее перед Богом. Давай молиться. Пост-молитва. А она не слушается. А зачем ты такой женился? Это контракт надо было подписать сразу. 25 лет назад кто знал? Вот тут и оно. Давай уж. Говорил тебе не женись, так ты женился. Давай теперь. Терпи. Ты всегда говоришь, что ей задай вопрос, скажи, как ты считаешь, кому легче спастись, женею или мужу? Она всегда будет думать мужу. Ты свободна. Наоборот, ты что не так сделаешь, я рядом, голубушка ты моя, я тебе подскажу. А мужу глава Христос. Я неправильно сделал, я молюсь уже целый год и ответа никакого нету. Мне это намного труднее, потому что моя голова-то на небе, а твоя-то рядом с тобой. Да. Ты всегда можешь спросить, да? Да, а я спрашиваю, бывает ответ не раз слышал. Все же Бог-то нереально, мы лицом к лесу, как Моисей, не можем быть. А что вы считаете насчет паломничества на сведую землю для человека? Не приемлемо, не крестные ходы, ничего, считаю баловство. Это мусульманский хадж, называют, в Мекку, в Медину съездить. Это ничего не дает, кроме траты денег и беспокойства домашних. Особенно, вот когда едут, где идут они, крестные ходы какие-то, где-то кто-то, там все лесополосы загаживают, ни одной лопатки нету. Да и такие дела еще вытворяются. Не надо это, это не нужно. Крестный ход может быть только вокруг храма. В царские дни в Екатеринбурге мы идем, Николая II, на Гайную яму. Ну, ну, сходить можем, мы были в Гайной яме, ездили там на машинах, но не крестным ходом-то время тратить. Зачем? Царя туда мертвого везли, тоже на машине. Чего ради время буду тратить-то? Лучше я посещу больного в это время, помочь кому-то что-то сделать, пока руки работают. Это все выдумка. Мы нигде в Писании этого не видим, чтобы ходили крестными ходами. А наоборот, они разбились по двое, по двое и по всему миру. Отправляться, а Марк дорогой-то сдыгал, не пошел. И Павел тогда не взял его второй раз, но взял с собой силу. А Варнава взял Марка, который по дороге-то отстал от них. Он ему был племянник. Опять двое, два, по двое надо идти. И миссионерство по двое надо проводить? Да. У нас бывает по улице идем один по одной стороне, другой по другую, ввиду недостатка людей. Всегда по двое надо. Господь посылал по двое всегда. И Соломон говорит об этом. А мужчина-женщина или два мужчина лучше? Ну, мужчина-женщина, если мужчин хватает. А так, бывает, мы идем еще и ребенок, потому что это привлекает детей. Женщина, вот даже заходим во двор, как она должна? Она должна идти сзади. А я впереди иду с посохом, палка, написано евангельский посох. Ну, и стучу, если нет собака. Когда выходим, она первая идет. А я иду и сзади палку держу и шевелю, чтобы собака не кинулась. Вот так. То есть, все это мы уже обдумали, у нас опыт очень большой. Мы только в окрестности нашей деревни посетили 30 тысяч домов. Евангелие столько подарили. Ну, а уж сколько проехали, вы знаете. Да. От Тихого до Атлантического океана. Наше путешествие пока еще никто не повторил. Так мы не просто ехали, а дарили, дарили. На миллионы рублей дарили книги. А поскольку раз можешь заходить в один и тот же дом, ну, не поняли тебя, не услышали тебя. Еще раз надо? Мы по два раза только через 10 лет может быть заходим. Второй раз, когда деревню обходим. В деревню, то мы не в своей деревне, а в других, в окрестных селах. Мы подготавливаемся, грузим материалы, ну, и потом собираем людей в дом культуры или на стадионе, где. А хорошие близкие друзья, которые, ну, вот хотят тебя услышать, ну, поначалу у них стопор, поэтому они говорят, ты вчера был простым человеком, сегодня пытаешься мне слово Божие донести. Как с ним поступить? Ну, смотреть по обстановке надо. Я когда был в Лос-Анджелесе, в Америке, штат Калифорния, ну, и попросил, чтобы молодежь собрали, русскоязычная. А наша молодежь, она, говорит, не нуждается этим. Совсем, я говорю, не нуждается. Ну, соберите, скажите, что из России приехал человек, я скоро уезжаю. Ну, собрали. Довольно прилично, там, может быть, человек 40 было на дому. Ну, они, говорят, слушать-то это не будут. Я говорю слово, отвечая на вопросы, два, три часа, уже ночь, им завтра на работу, ни один не уходит, так старики, так смотрели, да что с нашей молодежью сделалось. Я говорю, вот так. А вы не знаете. Я вел занятие в высшем авиационном училище, курсанты, там 475 человек. И однажды, начальник, который там ведет, полковник, и говорит, сегодня артисты были из Москвы, выступали, говорят, уже целый час, они, говорят, устали уже у меня. Сейчас обедать будут. Я говорю, да нет, сейчас после этой артистки, а вы тут будете говорить такое, но относятся хорошо. Я говорю, ну позвольте, у меня время ждать нет. Он дал. И вот он уже зашел, обедать надо, показывает, да иди ты отсюда. Я говорю, полчаса, сейчас, он заходит, говорит, что ж такое с ними-то, курсанты. А они, ни один никуда не идет. А преподаватели-то, они никудышные. Недавно выступал Жириновский Владимир Вольфович, об этом говорит. Он преподаватель, он полковник, он умница такой. Ну и я, стал говорить детям-то там, они урок с открытыми ртами сидели, учитель приходит, говорит, они, говорит, на двойке учатся, не хотят. Таланта-то нету. Хотите, я вам покажу в любом классе быть? Я ходил. Мы заранее с директором договариваемся по ролям, допустим. У них тема идет Тургенев, отцы и дети. Он считает, я объясняю. Вы посмотрели, как глаза горят у них, у ребятишек. А уже большие там, девятый класс, десятый. А если ты говоришь о Боге, и люди нуждаются, вот я ездил обычно в этом, ну такой общий вагон называется, не купейный. Так пройти по вагону невозможно. Проводник не может пройти. Забито народом, кто на верхней полке рядом услышите. Наконец, милицию позвали. Милиция пришла, села рядом и никуда не уходит. А они звали для ее, чтобы у меня рот заткнуть. Один мужик сидел, сидел, а я хотел, так, мужик, что больше тебя не слышат, а то сейчас тебя ссадим. И все. Милицию призвали, чтобы она меня охраняла. Я был в Третьяковской галерее, зашел, там одна иконная была, комната, иконы старинные, но она тупиковая, дойдешь, больше надо поворачивать и обратно выходить. Ну и когда дошел до дальнего конца, и стал объяснять, со мной было несколько человек. А народ-то заходит, говорите громче, я громче. Полная комната, набилась битком, как он говорится, сельдь в бочке-то. Пришла служительница, они и как, милицию позвали, она не может пройти. Кое-кое-как пробились, а вы что тут агитация занимаете в советское время? Я говорю, у меня стоят друзья, я объясняю. И милиция вот так стояла со мной, никого не допускала, и охраняла меня, пока я не вышел. В этот день я, где проповедовал в храме Василия Блаженного, который на Красной площади. Спроси кого-нибудь, знаменитых проповедников там выступает, патриарх, он никогда не проповедовал, он недействующий. А я в недействующем там музее и проповедовал на всех этажах. в Исаакиевском соборе, в Петергофе, в метро, в Кремле. У меня нет места, где бы я не проповедовал. Почему? Огонь. Рассказать о Христе для меня это праздник. Спасибо, спасибо вам. Слава Христа. Слава Христа. Так, родным, вашим поклон всем. Да. Спасибо. Господь сохранил. Слава Христа. Слева Христа. Слева Христа. Ну, все, отключайтесь. Понятно. Вот, видишь как. Давай, собираюсь. Спасибо. Продолжение следует...